Очередное заседание комиссии по охране труда состоялось в Брестском горисполкоме. Профильными специалистами была проанализирована сложившаяся ситуация на городских предприятиях. Разбирался каждый конкретный несчастный случай. Если оценивать травматизм по городу Бресту, то, к сожалению, в этом году рост смертельного травматизма произошел 8 случаев. В прошлом году было зарегистрировано 2 смертельных случаев. Но здесь можно акцентировать внимание, что из 8 случаев 7 произошли в результате дорожно-транспортных происшествий. Как? Один произошел, ну, действительно, когда связан с производством, где падение с высоты произошло. В прошлом году смертельного производства в результате ДТП не было. То есть, еще перерывать этими данными можно. Существенное снижение есть травматизма, привязанных к тяжелым производственным травмам. Если в прошлом году было 24 случая, то в этом году зарегистрировано 12 несчастных случаев. То здесь снижение. 21 несчастный случай, из которых 8 со смертельным исходом. Цифра по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла. И это не может не пугать. Однако, по-прежнему есть повод задуматься о том, что основой для большинства ситуации послужила собственная халатность работников, либо нанимателей. Сегодняшнее мероприятие – это идет у нас рассмотрение несчастных случаев, по которым закончено расследование. То есть, их обзор, непосредственные причины несчастных случаев, довести это до руководителей предприятия, какие необходимо принять меры, что выполнено ими, чтобы впоследствии травмы эти не допустить и не происходило травмирование работников. Наша деятельность направлена на профилактические меры профилактики. То есть, это должна быть беседа, это путем проведения инструктажей, конечно. Разработка инструкции по охране, доведение до работников элементарных требований, которые ими должны соблюдаться, конечно же, контроль за соблюдением работниками требований, а также выполнение должностными лиц непосредственно своих должностных обязанностей. Традиционными местами, где происходят те или иные случаи, которые приводят к печальным последствиям, остаются сферы промышленности, строительства и транспорта. И каждый из них должен быть детально изучен и рассмотрен для того, чтобы получить полную картину произошедшего и на будущее предупредить аналогичные ситуации. Случай произошел в дневное время на площадке накопления транспортных средств перед досмотровыми каналами. Сотрудник, выполняя свои обязанности на досмотровых каналах, заметил, что транспорт не движется, решил установить причину, почему не движется, вышел на накопительную площадку и возвращался обратно. И в результате действий, как установил суд неправильных действий водителя, на него соответствующий наезд. Вот проведена естественная экспертиза, которая говорит о том, что если бы водитель соблюдал все правила дорожного движения, этого трагического случая не было. Работник, выполняя работы по установке опалубки для монолитной конструкции, нарушил технику безопасности, поднялся на балки двутавровые, ну и оттуда полетел вниз головой. Еще раз ознакомлены люди с инструкциями по охране труда, проектом производства работ, дополнительно было уделено внимание об этом несчастном случае туда, а также о предотвращении несчастных случаев на производстве туда, о недопущении нарушения охраны труда. С работниками проведен неплановый целевой инструктаж по этому поводу. Работа на предупреждение несчастных случаев должна стоять во главе угла. Созданная при городском исполнительном комитете, мобильная группа активно проводит мониторинги предприятий центром. В обязательном порядке обследуются организации, в которых произошли несчастные случаи. За январь-ноябрь 2022 года мобильной группой был совершен 91 выезд. Проведен мониторинг 228 организаций различной формы собственности. Выделено 4582 нарушения по электробезопасности, безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Работа мобильных групп в 2021 году будет продолжена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова